Чемпионат России по волейболу Не все клубы смогли добраться до решающей стадии, а некоторые по-настоящему удивили своим результатом Кто бы мог подумать, что вместе с окончанием зимы для таких команд, как Белогорье и Факел, закончится борьба за медали Суперлиги Однако неутешительное выступление говорит только о силе и непредсказуемости нашего волейбола Гарантий в сложившейся ситуации не имеет никто, даже Казань, и от этого только интересней Интересно то, что чемпионат непредсказуемый То, что у нас два третьих места, которые заняли свои подгруппы, соответственно, третье место попали в плей-аут, проиграв шестым Это означает то, что чемпионат более-менее равный Хотя на старте чемпионата звучали такие предположения, что восточная дивизион намного сильнее западного Опять же, говоря о непростой и порой даже запутанной формуле проведения чемпионата Нельзя забывать о том, что свои условия диктуют грядущие Олимпийские игры И для успешного выступления в Лондоне сейчас необходимо подстраиваться под этот регламент Всероссийская Федерация волейбола проработала сетку встреч так, что ни один из турниров не был ущемлен в своих правах И у команды Владимира Олегна осталось время на подготовку к Олимпиаде Учитывая международный график нашей сборной, надо было планировать заранее перерыв на ноябрь месяц под Кубок мира Соответственно, поздно заканчивался чемпионат Европы Раннее начало, учитывая, что европейский отбор сейчас начинается 2 мая уже Поэтому чемпионат России планировали закончить самое позднее, 20 апреля У нас оставалось, да, мы же не могли знать, что наша сборная отберется 100% При этом надо было еще брать в расчет Еврокубки 5 наших команд участвуют в европейских кубках И в принципе, я считаю, что именно эта формула была изобретена успешно именно для тех условий, которые у нас были Конечно, у формулы чемпионата нашлись и противники, и сторонники Проявились отрицательные и положительные нюансы Но в целом интерес к чемпионату даже возрос А все опять же из-за спортивной непредсказуемости Правда, оставлять ли эту формулу на следующий год – вопрос достаточно сложный И его обсуждение уже началось Формула чемпионата следующего года сейчас находится в проработке Мы, как обычно, готовим несколько проектов Которые сначала будут выдвинуты на обсуждение руководителей клубов, всех лих Потом то предложение, которое будет поддержано большинством, будет уже утверждаться президиум Заметим, что участники 1-8 были известны еще до окончания регулярного чемпионата Единственный вопрос на последние туры – кто и с кем начнет игры на выбывании Предпоследний игровой день определил не все пары, но очевидным стало многое Для факела матч в Сургуте мог существенно поправить турнирное положение Команда Серджио Бузата претендовала на попадание в первую четверку Однако, вопреки ожиданиям, «Газпром Югра» нанесла у рингойцам одно из самых обидных поражений в этом сезоне Обидное, в первую очередь, потому что факел мог играть лучше, чем было сыграно Именно после этого поражения настроение у болельщиков испортилось И плей-офф стали ожидать уже с тревогой Для нас, по крайней мере, сейчас каждый матч по статусу важности всегда самый важный Ну а это, как здесь говорят, это газовое дерби То есть, очень важно было для спонсоров, для руководителей выиграть этот матч Ну, пока 1-1, да Поражение факела внесло коррективу в турнирную таблицу Главные конкуренты у рингойца в 13-м туре играли между собой Кемеровский Кузбасс, ведя 2-0 в матче с новосибирским локомотивом, проиграл Но даже это поражение помогло команде Юрия Панченко увеличить отрыв от факела Казанский «Зенит» вторым составом проигрывает в Екатеринбурге Но это никак не влияет на позиции команд Уфа без особых проблем побеждает Нижегородскую губернию На западе выделим краснодарское «Динамо», обыгравшее Белогорье Об этой паре мы еще вспомним Но за счет этого результата московское «Динамо», с трудом победившее в Харькове Обеспечивает себе место в четвертьфинале чемпионата Одинцовская «Искра», наоборот, без проблем выигрывает в Санкт-Петербурге Отправляя автомобилист в плей-аут Ярославич в Минске довольно спокойно добывает 3 очка Приближающийся плей-офф сильно волновал болельщиков факела Команда, которую все без исключения прочили как минимум третье место по итогам регулярки За первую часть чемпионата настрадалось так, что хватило бы на весь год Смена главного тренера, неудача в кубковых турнирах Невероятное количество травм Нервная атмосфера внутри коллектива Все это привело к пятому месту в восточной зоне перед решающей частью первенства Когда я пришел в «Факел», мы начали с исправления физического состояния игроков Разработали специальную программу по физподготовке Думая над технической стороной проблемы Ожидали, что с нами все-таки будет Семен Полтавский Но, к сожалению, вы знаете, он не смог продолжать работать с нами Поэтому нарисовалась еще одна проблема Нужно было придумать второго диагонального Пришлось потратить на ее решение одного из доигровщиков, Диму Красикова Скажу, что он сделал для команды все Но в этом вопросе у нас был один пробел Если не шла игра у Бакуна, то приходилось искать баланс в нападении А это в сложившейся ситуации получалось далеко не всегда Приходилось сводить все комбинации к доигровке Концентрировались на страховке и отыгрыше от блока легкими нападающими Это дало какой-то результат, значительно сократилось количество ошибок Но, если честно, оказалось этого недостаточно Мы вполне могли выжить из каждого игрового эпизода больше Начиная от защиты и заканчивая атакой Поэтому работы впереди еще очень много Заключительный матч в турнирном отношении для Факела ничего не изменил Игра с Изумрудом стала не более чем победным завершением регулярного чемпионата Если присмотреться к нюансам этого матча, то очевидно, что даже с худшей командой своей конференции Факел не выглядел безоговорочным фаворитом Особенно это бросалось в глаза после второй партии, где хозяева выиграли со счетом 29-27 Однако стоит признать, что в этот период у рейнгуицы находились под нагрузками И, возможно, поэтому Екатеринбург смотрелся неплохо Кроме этой встречи в 14-м туре состоялось еще одно интересное противостояние, но уже на Западе Одинцовская «Искра» принимала у себя дома Краснодарская «Динамо» Прошлогодняя сенсация привлекает к этой паре особое внимание Но на этот раз подмосковная команда довольно легко добилась нужного ей результата Об этом засвидетельствовали Павел Абрамов и Алексей Спиридонов Я не знаю, я ожидал лично от игры от Краснодара Понятно, что им нужны очки, что они будут играть на полную катушку Там выходит контрарь, первый мяч, сразу засаживают в полную силу на подачу Это происходит редко достаточно Но сегодня так, если кто-то этого не ожидает, то нужно ожидать Ну, как бы смотреть на счет, то в принципе легкое Но вообще с Краснодаром всегда играем тяжело Поэтому игра упорная была Как вы видели, что до счета 20 шли очков в очко Потом, конечно, мы были сильнее сегодня Из остальных результатов выделить что-то сложно Все игры закончились довольно предсказуемо Казань и Новосибирск в сухую выиграли у Уфы и Сургута Кузбасс на выезде сломил сопротивление губернии На Западе также без сенсации Все клубы, игравшие дома, взяли по три очка Зацепиться за партию в гостях удалось только Харьковскому локомотиву Но большего гостям Ярославич не позволил Для этого короткого сезона с такими окнами, как Кубок мира Еще напомню, что у нас один клуб участвовал в чемпионате мира среди клубов Это тоже недельный перерыв в чемпионате Нам удалось этот перерыв нивелировать Мы сыграли еще, кроме этого, матч звезд Сыграли Кубок России с полноценным финалом восьми То есть, действительно, за эти, так скажем, три-четыре неполных игровых месяца Мы вместили очень много событий Ну, учитывая, что год олимпийский Надеемся, что международный график покроет эту недостачу То есть, как бы, Олимпиада есть Олимпиада По итогам регулярного чемпионата четыре команды напрямую вышли в четвертьфинал Сильнее других оказались Казанский Зенит, Новосибирский Локомотив, Одинцовская Искра и Московская Динамо Еще четыре участника должны были определиться в матчах 1-8 финала в серии до двух побед Где Факелу достался Харьковский Локомотив Уфимский Урал вышел на Ярославич Кузбассу противостоял Краснодар, а Белогорью – Сургут Наша съемочная группа вместе с командой Факел отправилась в Харьков на противостояние с местным локомотивом Харьков – крупнейший город восточной части Украины Расположен всего в 26 километрах от границы с Россией До июня 1934 года значился столицей Украинской ССР Основателем города считается мифический казах Хритон Харько Его памятник находится в самом центре города Правда, сейчас первое, что бросается в глаза на улицах – это всеобщее ожидание чемпионата Европы по футболу Харькову повезло, и на обновленной арене стадиона «Металист» состоится три матча континентального первенства В составе Факела есть один из лучших воспитанников харьковского волейбола – Максим Пантелеймоненко Это его родной город, а вот российские волейбольные команды не очень любят здесь играть Поскольку регламент позволяет украинской стороне назначать своих судей на домашние матчи И после окончания встреч возникало немало вопросов по поводу объективности их работы Поэтому появление на первом матче противостояния Факела и Локомотива Генерального директора Всероссийской Федерации волейбола Александра Еременко было не случайным Я вам должен сказать, что у меня никаких претензий к судейству не было, и даже к работе флаговых судей То, что делал первый и второй судья, было строго нейтрально Наоборот, показалось даже, что они хотят доказать, что никакой предвзятий с этой стороны не будет Говорить много о дуэли Факела с харьковским локомотивом, наверное, не стоит На деле это оказались абсолютно равные команды, и исход этой серии решили сопутствующие факторы Ключевыми стали собственные ошибки, самоотдача и преимущество своей площадки Под пристальным взглядом Александра Еременко были развеяны все подозрения относительно несправедливого судейства Первая в истории игра между железнодорожниками и северянами получилась интригующей Только первый сет заставил команду сыграть 54 розыгрыша, 28-26 победили хозяева Факел уверенно ответил во втором 25-18, но этим и ограничился Все те же собственные ошибки у рингойцев, которые мучили команду весь сезон, выявили Харьков в этой серии вперед Обыграть Факел в новом уренгое оказалось под силу в этом сезоне только казанскому «Зениту» Поэтому еще до игры уставший от большого количества игр локомотив особого оптимизма не излучал Хозяева уверенно действовали в концовках партии и только однажды потеряли концентрацию, не сумев додавить соперника 25-18, 28-26, 22-25 и 25-19 Счет серии сравнялся Решающий третий матч серии состоялся на площадке локомотива Но поддержку, которую обеспечили Факелу в Харькове, преданные болельщики оценили даже местные жители На хорошей эмоциональной волне Факел битву начал агрессивнее, выиграв первый сет 25-22 Но впоследствии команде Серджио Бузата как раз эмоций и не хватило Разладившаяся комбинационная игра привела к капитуляции и завершению борьбы за медали В адрес локомотива стоит сказать, что эта команда для победы сделала все И по праву продолжат борьбу в чемпионате И будет очень жаль, если в следующем году мы ее уже не увидим Здесь надо учитывать, что есть политические какие-то составляющие в этом вопросе В том числе и допуск и разрешение международной конфедерации Европейской конфедерации и международной федерации волейбола На участие иностранных клубов в национальном первенстве Это вещь, которую надо подтверждать ежегодно, как бы запросом И здесь что-то может измениться Могут измениться финансовые позиции этих клубов И они могут отказаться от участия Поэтому мы готовим все варианты Относительно Факела стоит сказать, что результат может разочаровал, но мало кого удивил Еще в начале года, уже после увольнения Сергея Шляпникова, было видно, в команде что-то не так Это же подтвердил и Серджио Бузата После третьего матча с железнодорожниками мы спросили его Что бы он сделал по-другому, будь у него возможность формировать команду с самого начала Конечно, если бы я собирал команду, то формировал ее совсем иначе Не могу с уверенностью сказать, что в Факеле оказались бы те же игроки, что и сейчас Вот в Казани, например, был очень сильный состав, который позволял менять ситуацию на площадке Именно за счет замен Зенит не раз и не два добивался нужного ему результата А в Факеле, к сожалению, ситуация несколько иная Замены есть, но они не в состоянии изменить расклад сил на площадке Особенно это касается блока Даже зная направление атаки диагонального соперника, мы его закрыть не можем Он умудряется переигрывать нас там, где мы вроде бы ко всему готовы Но, опять же, я пришел в Факел, когда изменить ситуацию было непросто Слишком мало времени для решения столь серьезных задач и проблем Кроме Факела, конечно, удивили со знаком минус Кузбасс и Белогорье Но если дуэль Краснодара и Кемерово можно оценить как примерно равную То уж Белгород, уступивший в трех матчах Сургуту, даже превзошел Факел А сложившиеся пары подарили довольно любопытный расклад в 1-4 Я думаю, что с точки зрения волейбольной Самая интересная игра будет Новосибирск-Урал С точки зрения психологии это Зенит и Сургут А вот именно с точки зрения интереса там какое-то, так скажем, любопытство Это Искра и Динамо Краснодара Тем, кто уже не претендует на медали Остается разыграть места с 9 по 16 Минский строитель на правах зарубежной команды участвовать в плейауте не будет Но кроме определения итоговых мест, уже сейчас надо думать о следующем сезоне Учесть и постараться не повторять ошибки этого года И работать над выполнением поставленных задач Решения и по составу игроков, и по главному тренеру Вероятнее всего будут приняты уже в ближайшее время А пока вместе с командой мы отправляемся в Белгород на первый тур плейаута Который пройдет с 6 по 14 марта Отчеты о всех матчах команды Факел вы сможете увидеть на нашем сайте Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok